Кубок КГБ В рамках соревнований Кубка страны в гите с места на тысячу метров не было равных и мячу Евгению Калмыкову. Сезон для нашего земляка сложился удачно, но, по словам гонщика, ему и есть над чем работать. Очень сложно сегодня было, потому что последний старт был в сентябре, чемпионат России, и после этого старта мы взяли некий отдых, чтобы восстановить силы эмоционально, физически. И вот этот Кубок России будет такой основополагающей точкой на дальнейшие старты. Мы вот сейчас убедились, в какой я сейчас кондиции нахожусь, мягко говоря, средняя. И от этой уже цифры, которые я сегодня показал, буду отталкиваться на предстоящий сезон. В отличие от Евгения, представителю Иркутска Владу Нечаеву трековые дисциплины не так хорошо знакомы. Спринтер-шоссейник в прошлом, сегодня Владислав пробует свои силы с перспективой на будущее. Тренироваться и набираться опыта в Омске ему и другим спортсменам позволяет экспериментальный проект по межрегиональному взаимодействию. Открываю теперь что-то новое для себя в плане трека. И вот то, что Омске, это наш, сибирский как бы, Сибирь наша. И вот нас сюда отправили, мы тренируемся. Это пока первые мои были тут заезды, гонки. Как сложилось? Вообще неплохо, кстати. Два раза пятый был. И сейчас еще финал будет. То есть в Омске вы сейчас не случайно, у вас какие-то планы здесь тренироваться, правильно я понимаю? Да, по возможности даже остаться в команде. Именно с мужским коллективом, потому что я уже в мужчинах катаюсь. Да, на дальнейшее планируем. Мы в будущий год предолимпийский постараемся все сделать и создать максимальные условия для наших спортсменов, для того, чтобы они все-таки попали на Олимпиаду и показали достойный результат для Омской области. 30 ноября в Омске состоится торжественное закрытие и подведение итогов велосезона. С участием трехкратного олимпийского чемпиона, президента Всероссийской Федерации велоспорта Вячеслава Якимова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова